Боже, милости, будь ко мне грешной. Ты создал меня и помил меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй. Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя, Богородицу, родившую Бога, всегда блаженную, не имеющую порока. Матерь Бога нашего, заслуживающего даже большего почитания, чем Херувимы, и достойную большего прославления, чем Серафимы, безболезненно родившую Сына Божия. Истинно Богородицу Тебя величает. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господь Иисус Христос, Сын Божий. Молит ради Пречистой Твоей Матери, силой честного Ижетворящего Креста, и Святого Ангела моего Хранителя, и всех ради святых. Помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человека любец. Аминь. Аминь. Царь Небесный, Утешитель Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и подателя жизни, приди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благие души наши. Святые Божие, Святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, Святые посети и исцели немощи наше имя Твоего Радия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слово. Интересно, днем ни разу не выключается, а утром на молитве выключается. Аминь, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется уделять, и деяние каждого обнаружится со страхом воскликнем в полночь. Святый, Святый, Святый Божий, молитвами Богородицы помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, лениво и грешно, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слово Твое, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. 34-й псалом Ступись, Господи, в тяжему стяжущемуся со мною Побари борющихся со мною Возьми щиты латы и восстань на помощь мне Обнажи меч и прегради путь преследующий меня Скажи душе моей, и я спасение твое Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей Да обратятся назад и покроются бесчестьем умышляющим мне зло Да будут они, как прах при лицом ветра И ангел Господень да прогоняет их Да будет путь их темен и скользок И ангел Господень да преследует их Ибо они без вины скрыли для меня яму Сеть свою без вины выкопали ее для души моей Да придет на него гибель неожиданная И сеть его, которую он скрыл для меня Да уловит его самого Да впадет в нее на погибель А моя душа будет радоваться Господи Будет веселиться о спасении от него Все кости мои скажут Господи, кто подобен тебе Избавляющему слабого от сильного Бедного и нищего от грабителя его Восстали на меня Свидетели неправедные Чего я не знаю, о том допрашивают меня Воздают мне злом за добро Сиротством души моей Я во время болезни их Одевался во вретище Изнурял постом душу мою И молитва моя возвращалась в недру мою Я поступал Как бы это был друг мой Брат мой Я ходил скорбный с поникшей головою Как бы оплакивающей мать А когда я притыкался Они радовались И собирались Собирались ругатели против меня Не зная за что поносили И не переставали С лицемерными насмечниками Скрижетали на меня зубами своими Господи Долго ли будешь смотреть на это Отведи душу мою от злодействий От львов От пеноку мою Я прославлю тебя в собрании великом Среди народа многочисленного Восхвалю тебя Чтобы не торжествовали Надо мной Враждущие против меня неправедно И не перемигивались глазами Ненавидящие меня безвинно Ибо не о мире говорят они Но против мирных земли Составляют лукавые замыслы Расширяют на меня Уста свои Говорят Хорошо, хорошо Видел глаз наш Ты видел, Господи? Не умолчи Господи Не удаляйся от меня Подвигнись Пробудись для суда моего Для тяжбы моей Боже мой И Господи мой Суди меня по правде Твоей, Господи Боже мой И да не торжествуют Они надо мною Да не говорят Сердце своем Хорошо, хорошо По душе нашей Да не говорят Мы поглотили его Да постыдятся И посрамятся Все радующие Моему несчастью Да облекутся В стыд и позор Величающиеся Надо мною Да радуются И веселятся Желающие Правоты моей И говорят Непрестанно Да возвеличится Господь Желающий Мира Рабу своему И язык Мо будет Проповедать Правду твою И хвалу твою Всякий день Нечестие беззаконно Говорит сердце мое Нет страха Божьей Перед глазами его Ибо он Стит себе В глазах своих Будто отыскивает Беззаконие свое Чтобы возненавидеть его Слова уст его Неправда и лукавство Не хочет он вразумиться Чтобы делать добро На ложе своем Замышляет беззаконие Становится на путь недобрый Не гнушает Не гнушается злом Господи Милость твоя До небес Истина твоя До облаков Правда твоя Как горы Божии И судьбы твои Бездна великая Человеков и скотов Хранишь ты Господи Как драгоценная Милость твоя Божия Сцены человеческие В тени Крыл твоих Покойный Насыщается Оттука Дома твоего Из потока Сладостей твоей Ты напаяешь их Ибо у тебя Источник жизни Слава тебе Божия Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Божия Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Божия Господи Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Слава Отцу и Сыну И Святому Духу И ныне и присно И во веки веков Аминь Аминь Божия И преподая к стопам Твою И преподая к стопам твоим Узываю к тебе Не дай мне уснуть Греховной смерти Но сжалься Надо мною Добровольно Распяшись Подними меня Беспечно лежащего И спаси меня Стоящего Пред тобой На молитве И после сна Ночного Пошли мне ясный Безгреховный День Христи Божий И спаси меня Младыка Человека Любящий Встал после сна Я спешу к тебе И помилосерви Твоему принимаю За угодные тебе дела Я молюсь тебе Помоги мне Всегда И во всем И избавь меня От всякого зла В мире От дьявольского Искушения И спаси меня И веди В царство твое Вечное Ибо ты Мой Творец И источник И податель Всякого блага На тебя Вся моя надежда И я возношу тебе Хвалу Ныне и всегда И во веки веков Аминь Аминь Господи По обильной Твоей благости И по великому Твоему милосердию Ты дал мне Рабу Твоему Прошедшее время Этой ночи Провести без напасти И всякого Вражеского зла Ты сам Владыка Творец Всего сущего Удасту мне Пресвяти Твоей истине С просвещенным Сердцем Исполняй Твою волю Ныне и всегда И во веки веков Аминь Господи Вседержители Божьи сил Бесплотных Всякой плоти На высотах небесных Живущие Озирающие Долгоземные Наблюдающие Сердца И помыслы И ясно ведающие Тайны человеческие Безначальный Вечный И неизменный Свет Который не оставляет Затененного места На своем пути Ты сам Бессмертный Царь Прими Моления Наши Которые Мы в настоящее Время Надеясь На обилие Сострадания Твоего Творить Тебе Из нечистых Уст И прости Совершенные Нами Делом Словом И мыслью Вольно И невольно И очисти Нас От всякой Нечистоты Плоти И Духа Дадь нам С бодрствующим Сердцем И трезвенную Мыслью Прожить Всю ночь Здешней Земной Жизни В ожидании Наступления Светлого И славного Дня Второго Пришествия Единородного Твоего Сына Господа Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа Когда Общий Судья Придет Со славой Вождать Каждому По делам Его Да найдет Он нас Нележащими Сонными Но бодрствующими И восставшими Среди Исполнения Заповедей Его И готовыми Войти С Ним В радость И божественный Черток Славы Где Непрестанные Голоса Торжествующих И невыразимая Радость Видящих Несказанную Красоту Лица Твоего Ибо Ты Истинный Свет Просвещающий Весь мир И Тебя Воспевает Все Твоение Веки Вечные Аминь Аминь Святые Ангел Поставлены Блюсти Мою Бедную Душу И несчастную Жить Не оставь Меня грешного И не отступи От меня За него Сдержанность Мою Не дай Возможности Злому Демону Упочинить Меня Себя Посредством Этого Смертного Тела Возьми Крепко Несчастную Опустившуюся Мою Руку И выведи Меня На путь Спасения О Святой Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедной Моей Души И Тела Прости Мне Все Чем Я Оскорбил Тебя Во все Дни Моей Жизни Если Я Чем Согрешил Прошедшую Ночь Защити Меня В настоящий День И Сохрани Меня От Всякого Искушения Уражеского Чтобы Мне Не прогневать Бога Никаким Грехом И Молить За Меня Ко Господу Чтобы Он Отвердил Меня В страхе Своем И Садил Меня Рабом Достойным Своей Милости Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Святыми Твоими И Всесильными Мольбами Отгони От Меня Ничтожного И Несчастного Раба Твоего Уныния Замвения Неразумия Неродения И Всескверные Лукавые Хульные Помышления От Несчастного Моего Сердца Побращенного Мама Его И Погаси Пламень Страсти Моих И Боя Ничий Слаб Избах Меня От Многих Угубительных Воспоминаний Намерений И Освободи От Всякого Злого Воздействия И Бо Ты Благословенна От Всех Родов И Твое Пречестное Имя Славится Во Веки Веков Аминь Молите Бога О Нас Святые Угодники Божии Игнатий Владимир Надежда Ольга Анатолий Георгий Дмитрий Елена Надежда Рафаэл Сергий Мы усердно К вам Пробегаем Как Скорым Помощником Молитвенником О душах Наших Благородица Дева Радуйся Благодатная Мария Господь С тобой Благословен Ты между женами Благословен Плод Чрева Твоего Ибо Ты родила Спасителя Душ Наш Спаси Господи Людей Твои Благослови Принадлежащих Тебе Помогая Православным Христианам Побеждать Врагов Сохраняя Силы Христа Твоего Церковь Спаси Господи И помилуй Отца Моего Духовного Игнатия Батюшку Иакима Родители Моих Братьев Сестер Родственников Начальников И всех Православных Христиан Подаем Твои земные Небесные Благо Не лиши Милости Твоих Посети Их Укрепи И силой Твою Даруем Здравия И спасения Души Ибо Ты Благ И любишь Людей Аминь Аминь Даруем Аминь 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 Избавь их От хитрых Козней Дьявол От многочисленных Соблазнов От скверных Страстей От всяких Нечестивых Беспорядочных Людей Ради Твоего Сына Господа Нашего Иисуса Христа По молитвам Пречистой Твоей Матери И всех Святых Приведи Их Тихая Пристань Твоего Вечного Царства Чтобы Они Вместе Со всеми Праведными Всегда Благодарили Тебя Съединонародным Твоим Сыном И Животворящим Твоим Духом Аминь Аминь Господи Божий Наш Возри На детей Наших Вниз Пошли На них Духопремудрость И разум И благочестие Прорасвети Их Светом Твоего Благоразумия Чтобы Они Скоро Уразумели Усвоили Изучаемые Предметы Употребили Их На благо Твоей Церкви На пользу Ближним И во свое Спасение Потому что Ты Источник Премудрости И Тебе Славу Возносим Всегда Ныне Присно И во Веки Веков Аминь Молите Спасибо Господи Помилую Самую Духовную Родитель Источника Благодетель Митрополита Илариона Епископа Евтихи Вениамина Агафангела Диамида Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Сергия Василия Иоанна Михаила Наума Кирилла Амросия Вадима Засима Алипия Андрея Максима Владимира И Глебу Не дай Погибну Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнирия Александра Диодора Митрополита Тихона И весь Священщий Скин Ищий Скищин И высшие Истинные Служители Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам Иногда Ищущие Священника Если угодно Тебе Смири Власти Воинства Их Наведи страх Твой на них И через них Сотвори Благое Церкви Твоей Дабы Издавали Мудрые Законы Дали Достойно Жить Людям Чтобы Было Еще Уделять Нуждающимся Смири Власти Воинства Господи И не дай Желаемому Несчастивым Коснись Правителей Сердец Владимира Дмитрия Дональда Рамзана Владимир Александр Дагена Ямана И дар У мира Израиль У России У Украине Сирии Где война Идет Вообще Оценить Мирное Время Приготовить Землю К великим И грозным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную Слава Тебе Господи Боже Наш За тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Желание Трудиться Обнаружить И умножить Все наши Таланты Дарованные Тобою Для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников И в этот День Господи Сохрани нас От всякого Рода Зла И греха От нарушения Заповедей Твоих И сохрани Жилища Наши Исселения От пожара От воров От нечистой силы Живущих Там Андрея Игоря 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 Владимир Обратим Болящую Людмилу Любовь Владимир Алексея Иосифа Найди Господи Души Здесь Мы И сохрани Школу Спаси И помилуй Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадрих Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектину И побуди Всех На проповедь Евангелия Спаси И помилуй Надежду Валентину Екатерину Анастасию Наталью Евгения Романа Михаила Нину Анну Юрия Рахиль Езру Русика И дару Веру Христову Истинную Самире Тимуру Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Господи Возри На угрозу Врагов Разруши Их замыслы Примири Их с нами Если это возможно Еще И в судный день Не помяни Их безумия И ты уже Смиряешь И даешь Вдохновение Посети Господи Наших благодетелей Воздаем Добром В этой жизни И в будущее Елену Елену Людмилу Обрати Евгения Наталью Надежду Светлана Светлана Юрия Посети болящих Дай силу Перенести Страдания Илариона Кирилла Алексея Игоря Надежду Алектина Людмилу Анну Александру Марию Татьяну 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 Валентину Благодарю тебя Господи За друзей За врагов За болезни За здоровье Ибо По твоему благоволению Все это может Оказаться На пользу Слава тебе Найди Отступников Николая Михаила Александра Юлия И возврати На путь покаяния Будь милостив К нам Владыка И нас Сохрани Под покровом Твоим И от пьянства Избави Павла Михаила Андрея Владимира Александра И Игоря Не дай им Погибнуть Слава тебе Боже Наш Слава тебе Сохрани Наше сокровище В интернете И книги Здесь И в пути Трудящихся Игоря Юлия Димитрия Виктора Сергея Сергея Андрея Андрея Вячеслава Вячеслава Содружество Их Не обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Леонтия Леонида Симона Хвала тебе Наш Господь Слава тебе Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня Грешного Слава тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Саваох Вся земля Я полна Слава его Аллилуйя Слава Иисусе Христа Иисусе Христа Госпожа Богородица Пресно Дева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси Иисусе Христа Смолит Своими Помилуй нас Господи Помилуй нас Господи Благослови всех Помогавших нам Бутешествия Николая Виктора Павла Зинаиду Владимира Дмитрия Сергея Людмилу Надежду Слава тебе Боже Наш Слава тебе Ангел Христов Хранитель Мой Святой Моли Бога О мне Грешим Благодарю Тебя Мой Ангел Сколько лет Ты Защищал Не Покинешь Смертный Счасть Когда Душа Будет Разлучаться От Тела Проведи Душу Мой Помытарством И Веди Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Святой Иоанн Христитель Моли Бога О нас Мужчина Господи Жителю Бедность Имея Пропитание Одежду Быть Благочестивым И довольным Никогда Не роптать Никому Не завидовать Святитель Шестов Никола Мерликийский Судотворец Моли Бога О нас Молите Бога О нас Святой О пороке Божий Илья Елисей Инох Моисей Самуил Аарон Иев Авель Ной Иосиф Патриарх Езра Нием Амос Наум Иосиф 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 Благоух Иосиф 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 Аминь Доброе утро всем Доброе утро, Аминь. 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 Пусть по телефону звонит, который у меня записан, он говорил. Со своего, который он записывал. Иначе я... И так... Все время меняет. Сколько знаю, никогда нет постоянства. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так... Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 28. Вопрос 3950. «Был слух, что епископ Даниил в русско-православной церкви за границей едва не стал главой церкви. Что помешало ему это сделать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Он, как и митрополит Виталий, отозвал свою подпись. Отозвать – это как бы уже нечто одушевленное. Мне видится, что такое несерьезное отношение к своему слову, которое легко делается как бы от лукавого, превращая вчера сказанное «да» в твердое нынешнее «нет» и наоборот, делает и владельца этого слова несерьезным в других вопросах. Цитата. «Епископ Ирийский Даниил, окормляющий единоверческую пасту Российской зарубежной церкви, старообрядцев, находящихся в каноническом общении с РПЦЗ, опроверг слухи о том, будто он намерен создать некую альтернативную истинно каноническую русскую зарубежную церковь, передает «Интерфакс Религия». В интервью газете «Ири Таймс» 76-летний епископ заявил, что не собирается раскалывать церковь. «Я против этого», — сказал ладыка. Между тем, ранее в СМИ было распространено заявление за подписью епископа Даниила о создании под его руководством Временного Высшего Церковного Управления Русской Зарубежной Церкви. Таким образом, провокация Раскольников, главным рупором которой в интернете стали скандально известкий русановский портал Креда.ру и не менее скандальный сайт Михаила Назарова «Русская идея» с треском провалилась. Раскольников, за исключением епископа Агафангела, который уже давно известен своей политической ангажированностью и практически не имеет никакого авторитета за рубежом, не поддержал ни один епископ Русской Зарубежной Церкви. С отказом от участия в расколе епископа Даниила попытка создания новой РПЦЗ становится просто смехотворной. Однако, все это вряд ли остановит уже запрещенного в служении епископа Агафангела. Ранее, еще при обсуждении вопросов, связанных с подписанием акта о каноническом общении, он приостанавливал в своей епархии поминовение первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра. Эти действия епископа Агафангела едва не инициировали тогда раскол в рядах РПЦЗ. По мнению наблюдателей, главная фигура нового раскола, одесский епископ, теснейшим образом связан с посольством США на Украине, является ключевой фигурой в попытке влиятельных американских кругов, если не сорвать, то хотя бы осложнить воссоединение двух ветвей русской церкви. Русская линия. Пророк Ниемия 9.38. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Конечно, подпись может быть стерта, мы же не персидские и не медийские цари. Даниила 6.8. Итак, утверди царь это определение и подпиши указ, чтобы он был изменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Цитата. В пятницу, 15 июня, епископ ирийский Даниил Викарий, председателя архиерейского синода РПЦЗ, окормляющий единоверческую старообрядческую паству русской зарубежной церкви, выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о том, будто он намерен создать некую альтернативную, истинно каноническую русскую зарубежную церковь. Цитата. В своем служении старообрядцам я всегда старался служить примирению, а не умножению разделений и расколов. Таково мое положение. Я не намерен вести рассуждения с теми, кто хочет новых разделений и кто хочет меня в них вовлечь. Говорится в документе, опубликованном на официальном сайте архиепископа синода РПЦЗ, где также размещено... Архиерейского синода. Говорится в документе, опубликованном на официальном сайте архиерейского синода РПЦЗ, где также размещено видеообращение владыки. Владыка Даниил заявил, что несмотря на то, что его нельзя назвать сторонником подписания акта о каноническом общении, он, цитата, «всегда приветствовал улучшение отношений между русской православной церковью за рубежом и московской патриархией». При этом он подчеркнул, что не согласен с теми, кто настаивает на немедленном прекращении общения с митрополитом Лавром и архиерейским синодом РПЦЗ. Цитата, «Я всегда считал, что не буду отделяться от русской православной церкви за границей. Я не считаю митрополита Лавра и его епископов безблагодатными или лишенными апостольского преемства или находящимися в ереси или расколе. Я причащаюсь в церкви Рождества Христова в Ире, Пенсерване, где поминают митрополита Лавра», говорится в заявлении. Епископ Даниил также подчеркнул, что не собирается сам совершать херетонии, цитата, «иначе, чем по желанию митрополита Лавра и его церковной администрации». Еще цитата, «Я не намерен начинать новой церковной администрации, я против этого, это мое убеждение, и я прошу всех с ним считаться», заявил владыка Даниил. «Касаясь вопроса о появлении в СМИ обращения, в котором говорится о создании под его руководством временного высшего церковного управления РПЦЗ, он пояснил, что подписал этот документ, будучи обманутым». Цитата, «Мая 9-го, по новому стилю, 22-го сего года, меня посетили два священника и один диакон, которые хотели, чтобы я подписал бумагу», сообщил владыка Даниил. Этого документа я не писал, он был мне дан для подписи, и я его подписал, потому что меня попросили. Сразу после этого я понял, что здесь было что-то не так, и что я не должен был его подписывать. Дело в том, что я привык доверять духовенству и не ожидал быть обманутым так просто. Это причина того, что я пишу все это сейчас. Я немедленно связался с отцом Пименом Саймоном и попросил его сделать все возможное, чтобы поправить положение». Конец цитаты. Епископ Даниил также добавил, что никогда не говорил о том, что он находится под домашним арестом, и что, цитата, «это придумано кем-то другим». Еще цитата. «Все обвинения, что я якобы живу в нездоровых условиях или нахожусь в опасности от моих помощников, просто неправда. Это просто нелепость, которая не соответствует действительности. Меня хорошо обслуживают. Я никогда не думал, что духовные лица могут быть настолько бессовестными, чтобы говорить и делать такую неправду», подчеркнул Владыка. Напомним, что ранее в СМИ за подписью епископа Даниила было распространено заявление, в котором говорилось о создании под его руководством временного высшего церковного управления РПЦЗ. Цитата. «В связи с наступившим в РПЦЗ каноническим кризисом, возникшим по причине присоединения первоиерарха, синода и почти всех зарубежных епископов, за исключением преосвященнейшего агафангела, епископа Таврического и Одесского, и меня, епископа Даниила Ирийского, к московской патриархии и утратой первоиерархам РПЦЗ правопредстоятельства, я на правах старейшего по хиротонии епископа сформировал временное высшее церковное управление РПЦЗ в составе оставшихся в зарубежной церкви епископов. Меня, епископа Даниила Ирийского, и агафангела, епископа Таврического и Одесского». Говорилось в заявлении. При этом, как гласил документ, «в связи с плохим состоянием здоровья епископа Даниила», цитата, «для восстановления канонического порядка в РПЦЗ, руководство ВВЦУ, созыв и проведение на правах предстоятеля Пятого Всезарубежного собора возлагалось на запрещенного служения епископа агафангела. Ему поручалось возобновить контакты и полное эхаристическое общение с греческим старосильным митрополитом Киприаном, руминским власием и болгарским фотием». Конец цитаты. Но о чем речь? Чего так заволновались патриаршие слуги? Да и будь Даниил один, как и агафангел, только бы трудился на Ниве Божией. Но ведь и до подписи сидели староверчески уперто в своих закутках, и после прихода затишья опять же сидят в замшелости своей. На благовестие их не выковырнишь. Цитата. «Карту евангелиста Марка разыгрывают только в сторону затворничества, а не как было для спасения других, садила на Павла». Книга Деяний, 1539. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр». 2 Тимофею 4, 11. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». «Сумасшедший!» «Однако, что же вы сидите предо мной? Как смеете смотреть вы дерзкими глазами? Вы избалованы моею добротой?» «Но все же я король, и я расправлюсь с вами. Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме?» «Для этого меня безумным вы признали. Так я вам докажу, что я в своем уме. Ты мне жена, а ты, ты брат ее. Что, взяли?» «Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни. Что делать, милая? Недаром вся страна Давно уж требует твоей позорной казни. Но, впрочем, может быть, смягчу я приговор И благости пример подам родному краю. Я не на казни, я не за казни, нет. Все эти казни вздор. Я взмешу, посмотрю, подумаю, не знаю. Эй, стража, люди, кто-нибудь, Гони их в шею всех. Мне надо быть одному. Вперед же не забудь. Сюда никто не входит без доклада. 1890 год. Опухтим. 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 Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Вопрос 3953. Том 28. Привыкли все, и даже архиереи, ссылаться на решения соборов, и притом не вселенских, а сегодняшних. А потом вдруг читаешь, что они ошиблись, исправляют то, як они бывшие. Как простецам узнать, что наши вожди ошиблись? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Узнать можно только имея прямую связь с Господом Богом. А это возможно только рожденному свыше и имеющему видение, разумение священного писания по толкованию святых отцов Церкви Христовой. Он может мгновенно определить, что решение сие от Бога или дух лжи вошел в уста всех архиереев. Открытое письмо протоиерея Виктора Потапова бывшему первоиерарху «Русской православной церкви за границей» митрополиту Виталию Устинову. От редакции. Восстановление евхаристического общения между Русской православной церковью и Русской православной церковью за границей остается в центре внимания русского общества. Уверены, что историки и очевидцы событий еще будут обращаться к этой теме, выясняя все подробности процесса воссоединения Русской церкви. Путь к единству был долгим и непростым. Сегодня мы публикуем документ, сыгравший важную роль в день воссоединения церкви. Это открытое письмо протоиерея Виктора Потапова бывшему первоиерарху «Русской православной церкви за границей» митрополиту Виталию Устинову, 2006 год, по поводу его послания от 1998 года. Цитата «Русская православная зарубежная церковь. Ее современное значение». Текст этого документа получен нами от самого автора, протоиерея Виктора Потапова. Его Высокопреосвященству Митрополиту Виталию, первоиерарху Русской православной церкви за границей, копии, преосвященным архипастырям и священнослужителям Русской зарубежной церкви и всем, кому дороги судьбы Российской церкви. «Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка, Христос Воскресе! Благословите! Несколько недель назад я получил Ваше пасхальное послание и вкупе с ним послание «Русская православная зарубежная церковь. Ее современное значение». Прежде всего, я считаю своим долгом поблагодарить Вас за то, что Вы, наш архипастырь, заставили нас всех задуматься над важнейшей проблемой православия в XX веке – о церкви. «Наш камень веры, Никео, цареградский символ, гласит, что веруем во Святую Троицу и в церковь. Не будет преувеличением сказать, что все ереси нашего тысячелетия порождались ошибочным учением о церкви. Все, без исключения уклонения от православия, в XX веке уходили своими корнями в ошибочные учения о церкви. Благодарю Вас за то, что Вы обратились с этим посланием ко всем чадам нашей церкви и, следовательно, ко мне, приглашая нас всех не только поразмыслить над этой важной проблемой, преодолеть пагубный соблазн духовного безразличия к истине, и не молчать, но исповедовать свою веру, ибо молчанием предается Бог, а также и Его Святая Церковь. По Вашим словам, написать это послание Вас побудили. Некое духовное безразличие к истине и уже глубокое непонимание исключительного, уникального значения нашей церкви в мире вселенского православия и всего инославного западного христианства. Я один из тех, кому не безразличны судьбы дорогой нашему сердцу русской зарубежной церкви, тем более, что нам заповедано испытывать духи 1 Иоанна 4.1, Поэтому я почтительнейше осмеливаюсь предложить вниманию Вашего Высокопреосвященства свой посильный отзыв на Ваше послание. Считаю своим долгом с самого начала подчеркнуть, что в этом отзыве я просто постарался вспомнить, чему нас учили в Свято-Троицкой духовной семинарии, просто сделал выписки из постановлений наших соборов и посланий наших первоиерархов и некоторых других святителей. Я твердо убежден, что постановления соборов являются тем незыблемым основанием, на котором созидается церковь. Но и это утверждение вряд ли кто-нибудь назовет новым или оригинальным. Общеизвестно, что меньший собор не имеет права исправлять или отменять какие-либо определения собора большего. Тем более, не может отменить или исправить постановление собора один клирик или епископ, какое бы место в церкви он ни занимал. Это хорошо выразил блаженнейший митрополит Анастасий Грибановский, когда в 1936 году принял белый клобук первоиерарха русской зарубежной церкви. Цитата. Он, митрополит Антоний Протаерей, видимо, Виктор Потапов, что ли. Сумел мудро и с любовью создать между нами царское равновесие, что действительно первый из епископов не делает ничего без рассуждения всех. И никто из нас не делал ничего без его согласия, воплощая таким образом в жизнь апостольское правило. Сборник избранных сочинений высокопреосвященнейшего митрополита Анастасия Джандарвиль, 1948 год, страница 28. Весь мой посильный отзыв – это просто ряд документов. Я не возражаю, если вы пропустите все мои краткие комментарии к выпискам из документов и прочете только документы, а выводы сделаете сами. Я, конечно, понимаю, ваше высокопреосвященство, что ваше послание – неофициальное пастырское послание первоиерарха. Оно не напечатано на бланке и вами не подписано. Это именно ваше частное мнение, приглашение к размышлению, не более того. Оно не может быть окружным посланием главы Русской зарубежной церкви, ибо оно противоречит высказываниям всех ваших предшественников и всех соборов нашей церкви об ее отношении к православию в России. Это вызывает глубочайшую тревогу, так как первоиерарх находится в полной зависимости от архиерейского собора и ему подчиняется. Для того, чтобы некое новое учение о церкви приобрело обязательную силу, оно должно быть рассмотрено и утверждено собором архиереев, который при этом обязан упразднить все предыдущие соборные определения о церкви. В своем послании вы пишете, цитата, «Во всеуслышание, дай Господи, чтобы у несогласных с этим посланием и их неединомыслие не превратилось бы в неединодушие». «Владыка святый, что это за новое таинственное образование заграничная святая Русь, выразителем которой вы выступаете, и какое место в нем занимает наша зарубежная церковь? К сожалению, вы не уточняете, против чего же были направлены эти, цитата, «бесконечные протесты». Их многочисленность не доказывает ничего. Например, в начале XX века еще более многочисленные протесты сыпались в Синод по поводу отлучения от церкви графа Льва Толстого. Но прав-то был Синод, а не протестующий. Истина в церкви устанавливается не числом поданных на нее голосов, а неизменной верностью Священному Писанию и Священному Преданию. Одним из главных источников формирования предания являются решения соборов. Именно они хранят нас от, цитата, «уклонения в бездорожье». Очень опасно думать, что когда-нибудь могла существовать на земле какая-то поместная церковь или какая-то часть поместной церкви, которая, цитата, «во все годы своего существования неизменно шла прямым Божьим царским путем, никогда не уклоняясь ни в какое бездорожье». История таких церквей не знает. Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Российская, Грузинская церкви неоднократно допускали ошибки, уклонялись от царского пути, но потом исправляли их. Важно только не впадать в гордыню и высокоумие, уметь смириться и покаяться. Не только отдельные члены нашей церкви, священники и епископы делали ошибки за эти 80 лет, но всем известны случаи, когда даже и Синод, и Собор принимал неправильные решения и их вовремя исправляли. Тило Соборной церкви в том, что ее чадо могут осознать и исправить ошибки. Основная слабость, основной недостаток Московской патриархии состоит именно в том, что она не желает осознать свои ошибки, упорствует в них, не кается. В этом думается суть нынешнего сергианства. В начале вашего послания значится, цитата, «Наша церковь никогда не была, не есть и никогда не будет, сколько бы лет Господь не судил бы ей пребывать в этом заграничном существовании, юрисдикцией, но истинной Христовой церковью со всеми данными этого великого имени». С этим, конечно, нельзя не согласиться. Для православного христианина юрисдикции вообще не существуют. Можно только быть в единой, святой, соборной и апостольской церкви или вне ее. Третьего не дано. Во временном положении нашей церкви, утвержденном на архиерейском соборе 9 по новому стилю, 28 и 11 по новому стилю, 24 сентября 1936 года, зафиксировано, цитата, «Русская православная церковь за границей, состоящая из находящихся за пределами России епархии, духовных миссий и церквей, есть неразрывная часть российской православной церкви, временно существующая на автономных началах». Церковные законы, касающиеся русской православной церкви за границей, Джон Дарвиль, 1947 год, страница 5, полностью соответствуют этому определению мысли о природе нашей церкви святителя Иоанна Максимовича в его хрестоматийной краткой истории РПЦЗ, цитата, «Русская зарубежная церковь есть часть русской церкви, находящаяся вне границ российского государства и в настоящее время возглавляемая первоиерархом и архиерейским синодом и избранным собором епископов русского зарубежья». «Русская зарубежная церковь духовно не отделяется от страждущей матери. Она возносит за нее молитвы, хранит ее духовные и вещественные богатства и в свое время соединяется с нею, когда исчезнут причины, разъединившие их». Иоанн Максимович и русская зарубежная церковь Джордан Виль, 1996 год, страница 22-36. «К сожалению, некоторые мысли вашего послания противоречат и временному положению, и краткой истории свидетеля Ивана. Наибольшее смущение вызывает следующее утверждение, цитата, «По всемирной интернациональной сети интернет мы слышим сообщение, что русская православная зарубежная церковь и московская патриархия в сути две части одной церкви, что никто иной, как московская патриархия, является матерью церковью всей православной России». «Считаю своим долгом ответить на это грубое заблуждение, граничащее с ересью». Конец цитаты. «Насколько мне известно, ни владыка Иоанн Максимович, ни другой видный святитель нашей церкви, архиепископ Виталий Максименко, не пользовались всемирной сетью интернет, но именно из их уст мы многократно слышали, цитата, «это грубое заблуждение, граничащее с ересью». Необходимо подчеркнуть, что они всегда осознавали, что возглавители московской патриархии расставлены по кафедрам и должностям безбожной большевистской властью, что родная нам Российская Православная Церковь порабощена. Они оставались свободными от нынешней администрации московской патриархии, но никогда не мыслили себя и всех нас всю Русскую Православную Зарубежную Церковь, оторванной от тела Российской Церкви. Так, в различных выступлениях, проповедях и статьях, опубликованных в книге «Мотивы моей жизни» Джандарвиль, 1955 год, архиепископ Виталий пишет, цитата, «К великому нашему горю родная нам Российская Православная Церковь ныне порабощена безбожной коммунистической властью, а временные возглавители этой церкви, патриарх Алексий, служат этой власти не за страх, а за совесть, как и сами о том похваляются пред всем светом». Страница 35, цитата, «В наши дни попустил Господь на нее церковь протеереев Виктор Потапов «Великое испытание», «Храмы разрушены», «Святыни поруганы», «Ревностные пастыри и верующие замучены или сосланы на тяжкие работы». Подобраны в руководители церкви епископы лояльные, и большевистская безбожная власть обратила их в послушное орудие своей пропаганды. «Сама же русская церковь в СССР как была, так и теперь есть гонимая подъеремная» страница 41, цитата, «Оставаясь свободным от нынешней администрации Московской Патриархии, но не отрываясь от тела Российской Церкви, сострадать подъеремной Матери Церкви и ее многострадальному народу и хранить во всей целости и строгости святую православную веру отцов и весь церковный строй, находясь в объединении и подчинении русскому заграничному собору и синоду». Страница 43, цитата, «Не отрываться от основного массива, тела, корня Матери Церкви. В глубинах этого массива, ныне только придушенного огромной тяжестью большевизма, хранятся и теперь духовные сокровища тысячелетнего ее подвига». Страница 45, еще цитата, «С прежней твердостью исповедуем наше единство с Матерью Церковью Русской, ныне порабощенной, нашу верность ее историческому тысячелетнему пути и шлем ей наши сердечные молитвенные пожелания. Скорее освободиться от богоборческой неволи, бескомпромиссно осуждаем сотрудничество современных возглавителей ее в СССР с безбожной коммунистической властью». А равно так же осуждаем и всякие самочинные автономии, сепаратизмы и разделения и индепендентства. Сущность нашей Церкви не разделение и властвование, а хранение божественной истины в единстве. Страница 71. Можно было бы привести еще много подобных отрывков из выступлений блаженной памяти архиепископа Виталия Максименко, но и этих достаточно, чтобы понять, что, будучи в полном согласии с документами всех наших соборов, как владыка Виталий Максименко, так и владыка Иоанн Максимович считали и называли московскую патриархию и нашу Церковь неотъемлемыми частями Русской Церкви. В 1933 году основатель нашей Церкви блаженнейший митрополит Антоний Храповицкий в письме митрополиту Сергию Строгородскому напомнил ему о постановлении собора заграничной церкви от 1927 года, согласно которому 1. Заграничная часть Всероссийской Церкви должна прекратить административные сношения с московской церковной властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной советской властью. 2. Чтобы освободить нашу иерархию от ответственности за непризнание советской власти заграничной частью нашей церкви впредь до восстановления нормальных сношений с Россией и до освобождения нашей церкви от гонений безбожной советской власти заграничная часть нашей церкви должна управляться сама согласно священным канонам определением священного собора всероссийской поместной православной церкви 1917-1918 годов и постановлением святого патриарха Тихона священного синода и высшего совета от 7 по новому стилю 20 ноября 1920 года и третий заграничная часть русской церкви почитает себя неразрывную духовно единою ветвью великой русской церкви она не отделяет себя от своей матери церкви и не считает себя автокефальной церкви преемник митрополита Антония блаженнейший митрополит Анастасий Грибановский отвечая на известное обращение патриарха Алексия Симанского к архипастерям и клиру так называемой Карловатской ориентации 1945 год пишет цитата будучи готовы всегда дать ответ вопрошающим нас о нашем уповании и ревнуя о цитата добром не только пред Господом но и пред людьми 2 коринфянам 8 21 мы считаем своим долгом прежде всего заявить что как епископы так и клирики и миряне подчиняющие подчиняющиеся юрисдикции заграничного архиерейского собора и синода никогда не считали и не считаем себя находящимися вне ограды православной русской церкви ибо никогда не разрывали канонического молитвенного и духовного единения со своей матерью церковью представители зарубежной церкви вынуждены были прервать общение только с высшую церковную властью в России а преснопамятный предшественник ваш митрополит Филарет Вознесенский писал цитата Кроме находящихся в Советском Союзе истинно православной церкви и московской патриархии не имеющих ни молитвенного ни бытового общения между собой существует еще третья часть русской церкви свободное от гонений и преследования безбожников русская православная церковь за границей конец цитаты учитывая мнение столь авторитетных святителей приходится недоумевать как ваше высокопреосвященство отказываетесь считать московскую патриархию частью русской церкви в семинарии нам внушали что зарубежная церковь свободная часть русской церкви а патриаршая несвободная часть той же церкви была еще и третья часть катакомбная нас учили приблизительно по такой схеме цитата по мнению зарубежной церкви прекращение отношений между обеими церквами отнюдь не привело к разрыву между ними зарубежная церковь и дальше придерживается единства русской церкви считая себя неотъемлемой частью русской все церкви состоящей из патриаршей церкви зарубежной церкви и катакомбля о том какая часть русская церкви вступила на канонически правильный путь храня традиции и наследие старой русской церкви по мнению зарубежной церкви может вынести решение только свободно избранный всероссийский собор русской церкви в таком соборе должны были бы принимать участие представители патриаршей церкви зарубежной церкви и катакомбля любая попытка отказать московской патриархии в праве именоваться частью русской церкви идет в полный разрез с официальными посланиями архиерейских соборов нашей церкви под которыми ваша подпись как перво иерарха стоит первой вот например что говорится в послании архиерейского собора 1991 года цитата раскол можно преодолеть только смиренной молитвой покаянием и братской любовью ко всем падшим в тяжелое время гонений и заблудшим в настоящее время возрождение веры должно начаться с духовного обновления нас самих с покаяния и с очищения нас от греховной нечистоты и самооправдания чистые сердцем бога узрят то есть чтобы познать бога и жить в нем необходимо очистить мысли чувства и саму жизнь таким очищением себя положим начало некоторому предсоборному взаимопониманию уяснению ошибок и отклонений от истины после такой подготовки возможен будет свободный от всякой лояльности и вмешательства чужеродных сил и их влияния всероссийский собор созванный в соответствии с церковными началами который будет судить об истории нашей церкви в прошедшие десятилетия и сможет начертать ее дальнейшую судьбу мы призываем всех чад православной церкви влиться в этот благодатный предсоборный процесс с глубоким сознанием своей немощи и греховности уповая на милость и помощь Божию цитата в смирении нашим помяну applaud cited псларом 135 23 подписавшие это послание архиерее а именно митрополит витал архиепископ антонии лос-а-анжелеский архиепископ антонии западноевропейский архиепископ антонии западноамoles архиепископ Лавр, архиепископ Алипий, архиепископ Марк, архиепископ Лазарь, епископ Иоанн, епископ Вениамин, епископ Валентин, епископ Варнава, епископ в Эларионе, епископ Даниил и епископ Григорий. Мыслили сей предсоборный процесс, как путь к истинному единству, а не внешнему объединению, достигаемому любой ценой. Второго по новому стилю 15 мая 1993 года вы и все архипастыри русской зарубежной церкви в очередном соборном определении заявили, цитата, В наше время, когда в Россию нахлынули всевозможные явления с запада, от нравственного разврата до духовного, в виде сектантских ложеучений, надо слить воедино разный опыт всех частей русской православной церкви. В откровенном обсуждении мы должны подготовить почву для свободного, подлинного и плодотворного Всероссийского собора. Наша задача не может заключаться в осуждении ближнего. Она в поиске путей к обновлению единой, видимой русской православной церкви. Подписали. Не могу не привести отрывок из другого послания Архиерейского собора. Цитата. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми, мы, свободные от всякого постороннего вмешательства Архиерея Русской Церкви, полагаем, что пришло время искать живого общения со всеми частями Единой Русской Православной Церкви, разрозненными в силу исторических обстоятельств. При этом не может быть речи об объединении или подчинении нас Московской Патриархии. А пока мы терпеливо будем ждать возвращения Московской Патриархии на тысячелетний исторический путь Российской Церкви, с которого она, к сожалению, сошла. В честных собеседованиях, начинаемых без предрассудков и взаимных упреков, мы должны стремиться к пониманию и осуществлению предания наших отцов и подвига святых новомучеников и исповедников российских. Со всеми, кому дорога унаследованная нами православная сокровищница, мы готовы выяснить канонические и догматические вопросы, создавшие разрыв между разными частями Русской Церкви как единым целым. Целью таких собеседований не может являться компромисс между истиной и ложью. Незыблемый краевольный камень упования, сам Господь наш Иисус Христос, не может быть общения света с отьмою. Но все мы несем ответственность за нишвенный хитрон Единой Русской Церкви, и только из этого чистого источника можем черпать силы для несения христианского подвига в современном мире. Мы радуемся тому, что в той же патриархии выявляются здоровые силы. Это священники, да и миряне, православно мыслящие и проповедующие истинное православие, несмотря на все препятствия. Мы желаем в плодотворном и критическом обсуждении сделать свой вклад в подготовительный процесс к Свободному Всероссийскому Собору, о котором мы говорили уже в предыдущих наших соборных посланиях. Всюду выделено мною, протоиерей Виктор Потапов, не громкими заявлениями, а кровопотливой и терпеливой, может быть, даже долгой работой, мы должны подготовить путь к Всероссийскому Собору, в котором могут участвовать только здоровые силы, обладающие способностью отличать истину от лжи. Тогда лишь с Божьей помощью он сможет послужить основой для восстановления на Руси истинного православия, исповедуемого всеми нами едиными устами и единым сердцем. Подписали В каждом из этих посланий вы и все архипастыри зарубежной церкви последовательно развивали мысль о необходимости начать диалог с, цитата, плененной, еще цитата, несвободной частью русской церкви, то есть с московской патриархии, а нынешнее послание утверждает обратное. И тех, кто просто повторяет определение наших архиерейских соборов и называет московскую патриархию частью русской церкви, оно обвиняет в том, что они на грани ереси. Как это понять? И как понять столь болезненное отношение к встречам архиепископа Марка Германского с представителями московской патриархии, которые он проводил открыто и о которых докладывал на заседаниях архиерейских соборов и синодов? Ведь владыка Марк поступал согласно предписаниям архиерейских соборов. Ознакомившись с выше приведенными документами, уместно еще раз спросить ваше Высокопреосвященство, как понять ваше послание, русская православная зарубежная церковь, ее современное положение? Является ли оно открытым разрывом с заявлениями соборов о том, что московская патриархия часть русской церкви и о желательности слить воедино разный опыт всех частей русской православной церкви в откровенном обсуждении подготовить почву для свободного подлинного и плодотворного всероссийского собора, искать живого общения со всеми частями единой русской православной церкви, разрозненными в силу исторических обстоятельств. В честных собеседованиях, начинаемых без предрассудков и взаимных упреков, мы должны стремиться к пониманию и осуществлению преданий наших отцов, выяснить канонические и догматические вопросы, создавшие разрыв между разными частями русской церкви как единым целым. Далее ваше высокопреосвященство пишите, что «Высшее правление Московской Патриархии есть просто безблагодатное государственное учреждение, а ее члены просто государственные чиновники в рясах». Это утверждение вашего послания тоже противоречит предыдущим высказываниям наших архиерейских соборов. «Чиновники в рясах и благодать ничего общего между собой не имеют. Благодать Божия не настолько хрупка, чтобы исчезнуть от того, что чиновник надевает рясу». По известному учению святых отцов церкви, «Благодать действует и через недостойных, так что мы освящаемся и через недостойных иереев». Блаженный Феофилакт Болгарский. Цитата. «Богу всегда принадлежит благодать, Богу и таинство, а человеку, совершителю таинства, одно служение. Если он хорош, то согласуется с Богом, действует с Богом. Если плох, то через него совершает Бог видимую форму таинства, а Сам дарует невидимую благодать». «Не думайте, будто от нравов людей и бездействий зависят божественные таинства. Они святы от того, кому принадлежат». Блаженный Августин. Цитата. «Бог действовал и через валов при кивоте, когда хотел спасти свой народ». Вот 1-я царств, 6-я глава. Еще цитата. «Разве жизнь священника и добродетель его может совершить что-либо подобное? Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника – отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия». Святитель Иоанн Златоуст. «Как можно отказать в благодати церкви, в которую входят десятки миллионов верующих, чья единственная в кавычках вина в том, что им суждено было родиться в безбожной стране? Возможно ли отказать в благодати церкви состоящие из 123 епархий, верующие которых окормляются 148 архиереями, 15 тысячами священниками и 1700 диаконами, и куда входят 438 монастырей? Разве можно отказать в благодати церкви, в которой Господь явил немало праведников, в частности таких, как святитель исповедник Ермоген Голубев, преподобные Кукша, Лаврентии, многострадальная Матрона, старцы Серафим Тяпочкин, Таврион Баторский, Борис Талантов, архиепископ Лука Воина Исенецкий, митрополит Антоний Ставропольский Романовский, схиархимандрит Херувим, воспитанники старцев Глинской пустыни, схиархимандриты Иван Маслов, Серафим Амелин, Серафим Романцев, Андроник Лукаш, схиархимандрит Серафим Магуза, схиекумен Епифаний, иеросхимонах Феодосий, многострадальная схимонахиня Макария Артемьева, иеросхимонах Самсон Сиверс, иеросхимонах Серафим Вывицкий и многие другие. Где же стяжали дары Святого Духа, который, как известно, дышит где хочет Иоанна 3.8, эти выдающиеся подвижники благочестия, народные печальники и молитвенники нашего времени, которые с великим терпением и смирением перенесли страдания, тюрьмы, поношения? Наконец, где же черпал благодать архимандрит Филарет, будущий первосвятитель нашей русской зарубежной церкви, когда несколько лет служил в Московской Патриархии в Китае и поминал сергианского патриарха Алексия I. Держнем ли мы сказать, что все таинства, совершенные им в этом периоде, были безблагодатны? Известен случай, когда собор нашей церкви принял серьезно ошибочное решение и затем поспешил его исправить и тем самым сохранил последовательность предыдущих постановлений соборов русской зарубежной церкви. Речь идет о постановлении об автономной благодати, принятом на соборе епископов в мае 1991 года. Гласящим, что совершают благодатные таинства только те священники Московской Патриархии, которые усердно выполняют свой пастырский долг и хорошо молятся. Этим собор поставил подлинность Евхаристии в зависимости от личного достоинства или недостоинства священника. Сколько недоумения вызвало это постановление во всем православном мире. За это нашу церковь объявили в донатизме. Слава Богу, что оно было исправлено и своевременно отменено. Наверное, не лишним было бы вспомнить точное определение того, что такое благодать. По православным представлениям слово «благодать» имеет два главнейшие значения. Оно обозначает первое, свойство Божие, которое в отличие от благости, простирающиеся на всех тварей, и любви, простирающиеся вообще на личные духовно-разумные существа, проявляется в отношении к падшему человеку, выражаясь в прощении ему грехов и помиловании, вообще в спасении. Второе. Силу Божию, которой совершается спасение человека. Старец Силуан Афонский пишет, цитата, «Когда душа полна любви Божией, то от безмерной радости скорбит и слезно молится за весь мир, чтобы все люди познали своего владыку и Отца Небесного, и не знает покоя и не хочет она покоя, поками не насладятся все благодатью его любви». Конец цитаты. В Рождественском послании 1986 года Ваше Высокопреосвященство выступили с такими поистине мудрыми словами, преисполненными архипастерской заботы о внутреннем благодатном единстве Церкви. Цитата. В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря и экуменизма. Однако и в таком их бедственном положении мы не дерзаем, и упаси нас Господь от этого сказать, что они утратили Божию благодать». И вот теперь Вы сами пишите поистине страшные слова о безблагодатности и идете на разрыв с соборным разумом нашей Церкви. Некоторые священники уже перешли от слов к делу. «Так, во веренном мне южном благочине восточно-американской епархии есть один батюшка, который, ссылаясь на Ваше благословение, перекрещивает православных из России. Ко мне в большом смущении обратился ряд верующих, его прихода в связи с тем, что он требует их перекрестить, прежде чем допустить ко святому причащению и другим таинствам. Все они приняли крещение в России посредством обрывания. Среди них есть одна семья, которая при прежнем настоятеле несколько лет причащалась в этом приходе. В одном случае на этом основании не допускается к чаше набожная беременная женщина, которая годами приобщалась к святых христовых тайн. Ее муж в отчаянии не раз обращался ко мне за помощью, понимая, как важно его жене приобщить Божией благодати их будущее чадо. Я сообщил об этом в Синод. Однако этот священник продолжает упорствовать, ссылаясь на мнение вашего Высокопреосвященства. Насколько мне ведомо, наша Церковь всегда принимала верующих из России только через исповедь. Наше священно-начале не перерукополагает священнослужителей из Московской Патриархии, а принимает их в сущем сане. Это явствует, например, из положения о приходах Свободной Российской Православной Церкви, принятого Архиерейским Собором нашей Церкви в мае 1990 года. Там мы не встречаем ни слова о надобности перерукополагать священнослужителей или перекрещивать мирян, переходящих к нам из Московской Патриархии. В этом отношении мы свято следовали 68 апостольскому правилу. Аще кто, епископ или пресвитер или диакон, приемлет от кого-либо второе рукоположение, да будет извержен от священного сана и он и рукоположивый, разве аще достоверно известно будет, что от еретиков имеют рукоположение? Ибо окрещенным или рукоположенным от таковых неверными ни служителями Церкви быть невозможно. Спору нет. Крестить надо правильно, полным погружением. Но ведь лет десять и более назад такой возможности в многострадальной России практически не было, за редкими исключениями. Подавляющее большинство россиян были крещены тайно, скрываясь от безбожной власти. С 1917 года по нашей дне в России царил чрезвычайный период страшных гонений на Церковь. И просто невозможно было во всей полноте осуществлять форму таинств. И поэтому действовал принцип экономии. В настоящее время ситуация в России нормализуется и многие в московской патриархии настаивают на правильном совершении крещения. Существует даже патриаршее постановление, чтобы новые храмы непременно строить с баптистериями. Вспомните, дорогой владыка, как на архиерейском соборе 1994 года в Леснинском монастыре во Франции наши архипастыри подняли вопрос об одном нашем протеерее и осудили его практику перекрещивания православных переходящих в его общину в Москве из московской патриархии. И на этом основании его отозвали. Между прочим, и в нашей зарубежной церкви немало наших прихожан и даже священнослужителей были в свое время крещены через обливание. И никому сейчас не придет в голову их перекрещивать. Настоятельно прошу Ваше Высокопреисвященство на предстоящем в мае архиерейском соборе запретить эту практику перекрещивания и подтвердить предыдущие постановления соборов. Необходимо нам придерживаться единой литургической практики и не допускать нездоровую двойственность, самочиние, ревность не по разуму и акривию. Это только смущает малых сих. Далее в послании вы указываете на то, что, цитата, праведник сербский Иустин Попович говорил и писал, что два последних сербских патриарха беззаконно избраны на эту высочайшую степень священнослужения коммунистической партии, то мы смело можем сказать, что четыре последних патриарха московской патриархии избраны коммунистическим государством. Вы приводите третье правило седьмого Вселенского Собора Никейского, цитата, «Всякое избрание воепископа, или пресфитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу тридцатому апостольскому, которое глаголит «аще который епископ». Мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен и все сообщающиеся с ним». Следует отметить общеизвестный прискорбный факт. На протяжении почти всей христианской истории мирские начальники вмешивались в церковные дела. Это происходило и в период Византийской империи, и в пору атаманского владычества «Да и у нас на Святой Руси государево око оберпрокуроры, нередко масоны и безбожники изрядно вмешивались в церковную жизнь». Поучителен в этом отношении пример оберпрокурора Мелиссина, который в 1767 году внес предложение. Цитата. В рассуждении Священного Писания ослабить и сократить посты, очистить церковь от суеверий и притворных чудес и суеверия касательно мощей и икон. Для разбора этого дела составить особую комиссию из разных неослепленных предрассудками особ. «Нечто убавить из продолжительных церковных обрядов». Цитата. «Для избежания в молитве языческого многоглаголания». Еще цитата. «Отменить множество в поздние времена сочиненных стихир, канонов, тропарей и прочее. Отменить многие излишние праздничные дни вместо вечерних и всеночных назначать краткие моления с полезными поучениями народу». Епископам по предписанию апостола, цитата, «с законными женами сожития иметь». «Разрешить духовенству ношения более приличного платья». «Совершенно отменить обычаи поминовения усопших, воспрещать причащение младенцев до десятилетнего возраста». Конец цитаты. Церковь была избавлена от этих катастрофических реформ войной с Турцией и увольнением Мелиссина. Однако на его место был назначен бригадир П.П. Чебышев, который, по словам Карташова, «резкостью своего вольномыслия даже превосходил Мелиссина». Про него известно, что он не стеснялся открыто, при толпе народа, разговаривая с кем-то, афишировать свой атеизм. «Да никакого Бога нет», укрикивал Чебышев. «Члены синода, духовная коллегия, были обязаны приносить такую оскорбительную присягу верности антиканоническому возглавлению церковной власти светским монархам». Цитата. «Исповедуя склятую крайнего судью духовной сей коллегии бытьи самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостившего». Российские архиереи, конечно, прекрасно понимали, что, цитата, «крайним судьей может быть только один Господь». и, тем не менее, они почти 200 лет послушно приносили эту клятву, кроме митрополита Арсения Мацевича, до 1901 года, когда государь, император, Николай II ее отменил. «Означает ли это, что мы должны не признать хиротонии всех священнослужителей, ставленников светской власти и вычеркнуть их из истории?» Несмотря на грубое двухсотлетнее вмешательство императорской власти во внутренние дела церкви, она оставалась святой и благодатной. Совершенно прав великий праведник сербской церкви, архиепископ Иустин Попович, что указывал на это. Его критика звучит особенно убедительно ввиду того, что исходит из самой многострадальной сербской церкви. И, несмотря на то, что он не порывался своей церкви и продолжал поминать за божественной литургией своих патриархов, это не помешало ему достигнуть удивительных высот духовной жизни. Десять лет назад, когда московская патриархия находилась под жестким контролем идеологического отдела ЦК КПСС и КГБ СССР, вы и наш собор высказали замечательные слова, которые радуют сердце каждого православного христианина. Русская церковь сегодня это, прежде всего, необъятное море верующих нашей страны, скорбящих и гонимых Христа ради и правды его, пастыри, ушедших в катакомбы своих сердец, отцов и матерей, молитвами, спасающих чад своих от безбожия неверия, детей исповедников, всех внемощи сильных, которых не достоин современный мир. Это они и мы, любящие их, увы, за пределами Отечества, являемся русской церковью, над которой сияет слава Господня в тысячелетний юбилей ее бытия. Конец цитата. Через десять лет, когда идеологический отдел упразднен, и московская патриархия приобрела в значительной мере независимость, мы отказываем ей в благодати и ограничиваем всю цитата русскую церковь сегодня это необъятное море верующих нашей страны группой цитата чиновников в рясах. Но ведь канон седьмого вселенского собора, на который вы ссылаетесь, был принят до 1988 года. Вы упоминаете борьбу белого движения со злом безбожного коммунизма и исход русской иммиграции, цитата, с этим великим исходом покинула Россию глаз Святой Руси. И называете свое послание глазом заграничной Святой Руси. Наверное, лучше было бы сказать, что покинула Россию лишь малая часть гласа Святой Руси, так как на родине остались святейший патриарх Тихон, митрополиты Вениамин, Петр, Кирилл, Иосиф, Агафангел и другие архипастыри и пастыри, сон новомучеников и исповедников российских. Не лишне вспомнить отношения новомученика митрополита Казанского и Свияжского Кирилла, первого из местоблюстителей по завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона. В его распоряжении Казанской епархии, копию которого он послал митрополиту Сергию Стогородскому, владыка Кирилл в частности пишет, цитата, воздержанием с моей стороны от общения с митрополитом Сергием это замечание протоиория Виктора Потапова, ничуть не утверждается и заподозривается якобы безблагодатность совершаемых сергианами священнодействий и таинств. Да сохранит всех нас Господь от такого помышления. Но только подчеркивается нежелание и отказ участвовать в чужих грехах. Посему литургисать с митрополитом Сергием и единомышленными ему архипасторями я не стану. Но в случае смертной опасности со спокойной совестью приму еле освящение и последнее напутствие от священника Сергиева поставления или подчиняющегося учрежденному им синоду, если не окажется в наличии священника разделяющего мое отношение к митрополиту Сергию и так называемому временному патриаршему синоду. Подобным образом находясь в местности, где храмы подчиняются так называемому всемирному патриаршему синоду, я не пойду в них молиться за общим богослужением, но совершить в одном из них литургию в одиночку или с участием единомышленных мне клириков и верующих, если бы таковые оказались в наличии, признаю возможным без предварительного освящения храма. Также, по моему мнению, может поступить и каждый священнослужитель, разделяющий мое отношение к митрополиту Сергию и учрежденному им синоду. Что касается мирян, то участвовать деятельно в церковно-приходской жизни приходов, возносящих имя митрополита Сергия за храмовым богослужением в качестве возглавляющего иерархию архипастыря, по совести не следует. Но, само по себе, такое возношение имени митрополита Сергия не может возлагаться на ответственность мирян, и не должно служить для них препятствием посещению богослужения и принятию святых даров в храмах, подчиняющихся митрополиту Сергию, если в данной местности нет православного храма, хранящего неповрежденным свое каноническое отношение к местоблюстителю патриаршего престола. Молиться же о митрополите Сергии наряду с остальными архипастырями и вообще православными христианами, запись поминовения на проскомедии молебни и т.п. не является грехом. Это долг всех православных христиан, пока общецерковное рассуждение не объявит учиненное митрополитом Сергием злоупотребление доверенное ему церковной властью грехом к смерти. Евангелие от Матфея 18 глава 15-17 стих 1 Иоанна 5 глава 16 стих акты священнейшего патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти еще раз 19-17 акты святейшего патриарха тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти 1917-1943 годов Москва 1994 год страница 639 640 вот как взвешенно высказывался сей великий святитель будучи узником в аду советского архипелага гулага ваше высокопреосвященство я внимательно проштудировал ваше послание и пришел к печальному выводу что на его страницах ни разу не встречаются почти обязательные в писаниях иерарха слова любовь покаяние сострадание вместо этого бросается в глаза стремление к самоутверждению и самооправданию вы утверждаете что наша зарубежная церковь ищет свободу и только в ней в свободе только и нуждается но без любви покаяния и прощения свобода превращается в рабство ибо по слову апостола павла если мы всем пожертвуем даже жизнью во имя любой ценности но не украсим ее любовью нет нам в этой никакой пользы и мы станем медью звенящей и кимвалом звучащим 1 калифином 13.1.3 почти все вышеуказанные соборные послания были приняты во имя вашего первосветительского правления и были вами подписаны что же с 1994 года произошло такое что заставило вас выступить со столь резким заявлением против безупречных решений наших соборов начать диалог по вопросу о единстве русской церкви насколько я могу судить в церкви на родине происходят заметные сдвиги к лучшему все громче звучат голоса даже среди епископата против всеереси экуменизма пусть медленно и пока без покаяния за страшные грех клеветы и лжесвидетельства на них но все же причисляются к лику святых новомученики и исповедники российские принято и оглашено потрясающее покаянное синодальное послание по поводу убийства царской семьи прославление которой принципиально одобрено к сожалению по сей день московская патриархия коснеет в сергианстве но именно для того чтобы разрешить сей вопрос необходимо развить и углубить диалог между сторонами чтобы окончательно отвергнуть сергианство примечательно что вышеприведенное письмо митрополита кирилла и документы других новомучеников и исповедников российских в том числе послания соловецких исповедников опубликованы в официальном издательстве московской патриархии это тоже свидетельствует об определенном положительном сдвиге в церковном сознании в продолжении семи месяцев господь по своей неизреченной милости послал для нашего вразумления три потрясающие знамения первое потеря свято-троицкого монастыря в Хевроне носит ярко выраженный мистический характер устроив по повелению епископа Варнавы осаду чтобы не допустить туда московского патриарха распорядился отменить служение в духов день божественной литургии за всю историю нашего хранения этой святыни это страшное упущение случилось впервые при игумене Игнатия литургия совершалась ежедневно второе сокрытие великой святыни иверской мироточивой иконы божьей матери после ровно пятнадцати лет великого чуда и мученическая смерть ее верного хранителя и избранника божьей матери Иосифа Муниаса Кортеса третье знамение гибель нашего собора в Монреале 25 января в день памяти трех чудотворных афонских икон Богоматери попская вразумившая экклесиарха и не сгоревшая во время пожара такова страшная реальность над которой мы не хотим задуматься и сделать для себя нужные выводы пора называть вещи своими именами Господь вразумляет Святой Дух дышит где хочет Иоанна 3.8 а мы грешники дерзаем рассуждать о том где есть божественная благодать а где ее нет хотим заключить проявление Духа Божия в наши человеческие рамки жутко сколько мы потерять монастырей сколько пережить мученических смертей и сокрытия святынь сколько храмов должны сгореть чтобы мы наконец открыли глаза поняли и покаялись в собственной жестоковойности между прочим вот что по этому поводу говорил умученный избранник Божией Матери Иосиф Муньос Корпес цитата Несомненно эта икона появилась в нашей зарубежной церкви не потому что Господь особенно доволен именно нами но ради крови российских новомучеников к сожалению мне часто кажется что говоря о покаянии русского народа мы отделяем оставшихся в России от тех кто живет за ее пределами как будто каяться должны лишь они а у нас все в порядке поступая подобным образом мы разрушаем свое духовное единство с ними достойно сожаления и то что многие совершенно неправильно понимают смысл появления чудотворной иконы в русской зарубежной церкви они считают будто она явилась дабы показать московскому патриархату что Господь здесь с нами нет икона появилась в свободной стране чтобы весь мир мог узнать об этом чуде вот как объяснила мне его одна весьма благочестивая девушка цитата жены мироносицы пришли помазать тело Христова до его воскресения подобно им Матерь Божия помазывает сегодня русский народ предваряя воскресение России я сам неоднократно слышал подобные высказывания Иисус убиенного Иосифа расколы вызывают глубокую душевную боль особенно при воспоминании первосвященническая молитвы Спасителя произнесенная накануне его страданий один из центральных моментов этой молитвы прошение о единстве да будут все едино как ты отче во мне и я в тебе так и они да будут в нас едино да уверует мир что ты послал меня Евангелие это молитва спасителя о его церкви расколы же усугубляют агонию божественного страдальца и радуют только врага нашего спасения по мысли святого Иоанна Златоуста церковные расколы не меньшее зло чем ереси ничто так не оскорбляет бога как разделение в церкви хотя бы мы совершили тысячу добрых дел подвергаемся осуждению не меньше тех которые терзали тело его если будем расторгать тело церкви поэтому то и мы говорим все это обо всем этом напоминаем чтобы вам уже нельзя было сказать в этот последний день никто нам не говорил никто не объяснил мы этого не знали и вовсе не считали грехом и так я говорю и свидетельствую что производить разделение в церкви не меньшее зло как впадать в ереси так как каждый из вас имеет возраст и даст отсчет в своих поступках то я прошу вас о том чтобы вы все слагая на нас не считали невинными самих себя и таким образом в обольщении не повредили напрасно сами себе горько все это помятуя о том предсоборном процессе к которому неизменно призывали архиерея русской зарубежной церкви мы обязаны усилить нашу духовную брань со злом изгнать его из нашей собственной жизни чтобы всерьез начать переговоры по столь желанному воссоединению всех частей русской православной церкви каждый день верующими как московской патриархии так и зарубежной церкви произносятся слова замечательной утренней молитвы и в первых помяни церковь твою святую соборную апостольскую южа снабдил еси честной твоей кровью и утверди и укрепи и расшири умножи умири и непреоборимому адаме враты вовеки сохрани раздирания церквей утиши шатания языческие угаси и ереси возрастания скоро разори искорени и вничтожи силою святого твоего духа обрати дал бы господь чтобы слова этой молитвы отозвались в наших душах и всей своей правдой вошли бы в нашу жизнь и принесли плоды достойные покаяния лука 3 8 которые долготерпеливый и многомилостивый господь от нас ждет еще в 1974 году Александр Исаевич Солженицын обратился к третьему всесорубежному собору с такими словами цитата я не вижу других здоровых путей для всего живого для нации для обществ для всех людских соединений и уж конечно тем более для церквей по самой их природе других путей нежели признания своих а не чужих грехов и ошибок покаяния в них движения и развития путем ограничения прежде всего самих себя этот выход универсален и нет основания предлагать что-либо другое для русской православной церкви свободной или плененной за рубежом или на родине грехи столетий и десятилетий на всех нас ни у какого церковного течения церковной организации нет чистоты от них все мы есть россия и все мы сделали ее такой какова она сегодня загадочным образом всякое стояние чтобы удержать свои позиции неискаженными должно развиваться во времени и чуткое развитие взглядов оценок практических решений ваших соборов поместных и архиерейских могло бы вероятно сделать вашу деятельность многоэффективнее и помочь насущнее общему возрождению русской церкви мы члены единой русской церкви и все без исключения несем ответственное за то страшное безумие античеловеческого безбожия и его последствий которое более семидесятилетий царило на нашей несчастной родине не могу не привести еще один отрывок из подписанного вами юбилейного послания цитата мы все чадо русской церкви будем уклоняться от соблазнов явного и тайного зла воюющего на нас будем уклоняться от гнева осуждения распри и разделений да будем по слову апостола цитата в одном духе и в одних мыслях 1 коринфянам 1 10 об этом молимся мы пастыри на архиерейском соборе юбилейного года понимая всю ответственность за церковь молимся о полном нашем единомыслии в котором заключается сила и правда церкви вот к чему вы и другие архипастыри призывали нас чья русская православная церковь за границей в 1988 году учите нас этому и теперь следует посвятить все наши силы и сделать все в наших возможностях чтобы покончить с расколом в церкви как христиане и чадо великой русской церкви мы не можем любить то состояние разобщенности в котором ныне пребываем не смеем к нему привыкать и по слову апостола павла обязаны переживать его как острую боль в теле христово цитата дабы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге посему страдает ли один член страдают с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены 1 коринфянам 12 25 26 никто не утверждает что сей воистину прямой божий царский путь к объединению русской церкви будет легким главное чтобы тот созидательный предсоборный процесс которому ваше высокопреосвященство и другие архипастыри нашей церкви в свое время призывали продолжал развиваться только цитата смиренной молитвой покаянием и братской любовью ко всем падшим разделенная на части русская церковь снова станет единой во исполнении повеления апостола чтобы еще до грядущего суда божьего все бы соединились вокруг единой чаши христовой со словами Христос посреди нас и есть и будет и спрашивая ваших первосвятительских молитв с надеждой остаюсь вашего высокопреосвященнейшего недостойный послушник протоиерей Виктор Потапов далее адрес идет светлый вторник это от 8 по новому стилю 21 апреля 1998 год светлый вторник послание к евреям 6 1 посему оставив начатки учения христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в бога 3 царств 22 20 и сказал господь кто склонил бы ахава чтобы он пошел и пал в рамуфе голоадском и один говорил так другой говорил иначе филиппийцам 3 15 и так кто из нас совершен так должен мыслить если же вы о чем иначе мыслите то и это бог вам откроет я долго размышлял и долго был в сомнении что если на земле от высоты смотрения или по слепоте безряду все течет и промыслу с небес во всей вселенной нет однако посмотрев светил небесных стройность земли морей и рек доброту и пристойность примену дней ночей явления луны признал что божеской мы силой созданы михаил лерм ой ломоносов 1761 год михаил васильевич ломоносов 1761 год гадаю оторви это отдельно понятно понятно во имя отца и сына и святого духа аминь книга открытым оком вопрос 3954 тринадцатого июля тринадцатого июля года в потеряевке было крещение допущенных оглашенных было шесть фотографов из москвы новосибирска и барнаула была ли статья в газете отвечает Игнатий Тихонович Латкин статья была махонькая но с большими ошибками а вот в интернете выставлены фотографии бывших фотографов Каспришина и других цитата вернее название потеряевка оконце в православную Русь газета Алтайская правда от 18 июля 2008 года страница семнадцатая глубинка шесть фотографий первая Севастьян Баоры жена его Мария с детьми на службу всей семьей вторая Вера Дмуха дети здесь как ангелочки третья сено несет над головой на виллах матушка Людмила на бога надейся а сам не плашай сейчас в деревне сенокосная пора четвертое на качелях журналистка в потеряевке есть свой аттракцион на таких качелях весело пятое перед крещением на пирсе Валерий Сокольский и отец Иоаким склонился освещает воду отец Иоаким готовится совершить таинство крещения пятое Игнатий на велосипеде среди травы Игнатий Лавкин ездит по деревне на велосипеде кавычки открываются статья лето в деревне самая горячая трудовая пора крестьянину не до пляжа здесь и коровку нужно подавить и сено накосить и огород полить и все-таки как хорошо летом в деревне пробежишь босиком по земляничной поляне окунешься в пруду или присядешь в тенек под березку и на душе благодать об удивительной православной деревне потеряевки Мамоновского района писали уже много раз до семидесятых годов двадцатого века она считалась крупным селом а потом ее расформировали как неперспективную в 1992 году Игнати Лапкин вместе с отцом и Акимом с нуля взялись восстанавливать деревню Игнати рассказывает государство не выделило нам ни рубля сначала мы жили в палатках и землянках потом потихоньку начали обустраиваться сейчас в деревне шестнадцать домов в потеряевке как в девятнадцатом веке все держится на натуральном хозяйстве 35-летнего Игоря Барабаша хоть и называют фермером у него двести гектаров пшеницы двадцать три коровы более пятисот гусей но живет он не по предпринимательским законам например платит общине десятину Игорь отучился в Барнауле в престижном вузе уверовал в бога переехал в потеряевку здесь теперь у него большая семья местные называют друг друга братьями и сестрами а на днях в потеряевке прошло торжественное событие крещение вся деревня собралась на пруду возле храма отец Иоаким по всем канонам православия совершил таинство этот день стал праздником для всего села дети и взрослые несколько часов провели в молитве за нового брата за новую Россию но пожалуй лучше об этой православной русской жизни скажут фотографии Наталья Сохарева Андрей Каспришин фото неточности крупным селом потеряевка никогда не считалось было более семидесяти дворов в этом поселке далее Игнатий Тихонов написание более опять выпало ага заново неточности крупным селом потеряевка никогда не считалось было не более семидесяти дворов в этом поселке отец Иоаким Лапкин приехал в 1991 году у Игоря двадцать три крупно рогатого скота гуся из них семь коров дойных и ни одного гуся большая семья это трое ребятишек экклесиаст два восемнадцать и возненавидел я весь труд мой которым трудился под солнцем потому что должен оставить его человеку который будет после меня и сразу же почти появились еще статьи в двух изданиях дачный клуб журнал июль 2008 год номер пятнадцатый страница 34-35 двадцать тысяч экземпляров поместили статью голуби и собаки и двенадцать цветных фото эта статья полностью напечатана в открытым оком том двадцать четвертый вопрос 3682 и тут же статья здесь царят любовь и радость страница тридцатая по тридцать третью о нашем детском лагере станем статья мы встретились с Игнатием Тихоновичем во дворе его дома он держал в руках белую голубку и ласково гладил перышки на ее голове во дворе стояла голубятня голуби ходили по земле и кружились в небе над головами голуби это тоже элемент воспитания говорит лавкин действительно общение с животными с природой играет в воспитании детей огромную роль и дети приезжают в лагерь разных национальностей и разных вероисповеданий хотя большинство из неверующих семей но однако чтобы дети сами хоть немного верили в бога вера не должна быть насильственной надо чтобы лето было в радость бывают дети из трудных семей где есть пьющий отец иногда родители потом не узнают своих детей так они изменяются находясь в лагере они начинают почувствовать то чего часто бывает лишены и в школе и в семье защищенность и самое главное любовь мы стараемся создать стопроцентную защищенность ребенка относимся к нему с любовью и в то же время должна быть справедливость если провинился следует наказание но дети все понимают правильно и обид не бывает далее статья журнал газета два слова номер двадцать третий скобка сто четыре 2008 год страница двадцать пятая статья деревня которой уже не было строители храмов три цветных фото статья одиннадцатого июня под потеряевкой открывается тридцать шестой сезон православного детского лагеря стана прошло уже семнадцать лет с того памятного майского дня когда православный священник иаким лапкин сошел с поезда на маленьком железнодорожном разъезде под степной и прошагав четыре километра среди пшеничных полей оказался на своей малой родине в деревне потеряевки или точнее на том месте где она когда-то была но признанная в начале семидесятых неперспективная прекратила свое существование первое время приходилось жить в палатке возводили новое жилье с помощью единомышленников и единственной купленной в соседнем селе коровы по кличке малина корова возила бревна строили пруды и колодцы сейчас наверное потеряевка одна из немногих деревень в нашем крае восстановленная с нуля самими жителями главное отличие этого поселения от других православная община членами которые являются все жители деревни в потеряевке есть свой устав запрещающий курение пьянство и матерщину а также ложь и воровство здесь сегодня здесь построено 16 домов и восстановлен храм прихожанами которого являются все 48 жителей есть своя малокомплектная начальная школа недавно был установлен междугородний телефон потеряевка как любое село держится на выращивании скота зерновых производстве молочных продуктов к сожалению почти нет своих посевных площадей и покосов оторванность от мирской жизни теперь почти не чувствуется старшие дети учатся в селе Корчино или живут в барнауле у родственников или знакомых да и в самой деревне с появлением устойчивой связи есть и телефоны и интернет так что батюшка иаким при желании мог бы поздравить своего знакомого архиепископа сиднейского и новозеландского илариона ныне митрополита нью-йоркского и восточноамериканского с избранием его первоиерархом русская православная церковь за рубежом не выезжая из своей потеряевки тексты фото волобуева ап далее тут почта электронная сайт ли в православном журнале для молодежи отрок номер 1 от 25 скобках 2007 на странице 7 фото безрукого павла о крещении в потеряевке второе послание коринфянам 512 15 не не представляем себя вам но даем вам повод хвалиться нами дабы имели вы что сказать тем которые хвалятся лицом а не сердцем второе коринфянам 6 9 мы неизвестны но нас узнают нас почитают умершими но вот мы живы нас наказывают но мы не умираем порог я вижу громадное здание в передней стене узкая дверь раскрыта настежь за дверью угрюмая мгла перед высоким порогом сидит девушка русская девушка морозом дышит та непроглядная мгла и вместе с леденящей струей вносится из глубины здания медлительный глухой голос о ты что желаешь переступить этот порог знаешь ли ты что тебя ожидает знаю отвечает девушка холод голод ненависть насмешка презрение обида тюрьма болезнь и самая смерть знаю отчуждение полное одиночество знаю я готова я перенесу все страдания все удары не только от врагов но и от родных от друзей да и от них хорошо ты готова на жертву да на безымянную жертву ты погибнешь и никто никто не будет даже знать чью память почтить мне не нужно ни благодарности ни сожаления мне не нужно имени готова ли ты на преступление девушка потупила голову и на преступление готова голос не тотчас возобновил свои вопросы знаешь ли ты заговорил он наконец что ты можешь разувериться в том чему веришь теперь можешь понять что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь знаю и это и все-таки я хочу войти войди девушка перешагнула порог и тяжелая завеса упала за нею дура проскрежетал кто-то сзади святая принеслось откуда-то в ответ 1878 год и с тургенев на сегодня все благодарю за внимание с богом кто остался то надежда благодатская ну и Оля надежда все остальные уснули или ушли микрофон отключен Игнать Тихонич я говорю одна у нас благодатская осталась то кроме нас остальные ушли или уснули надежда лавкина еще с нами надежда это наш табор да ну чё работают люди я думаю это чё ну ладно ну ладно теперь издельничают с богом 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 с богом 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 богом